Игровой уикенд для хоккейного клуба «Адмирал» получился весьма напряженным. Регулярный чемпионат КХЛ завершается. Команды ведут ожесточенную борьбу за выход в плей-офф. Заключительную серию домашних матчей регулярки моряки начали со встречи с подмосковными «Витязями». Клуб Московской области турнирных задач уже не решает, играет в свое удовольствие, что он и показал в самом начале матча. К шестой минуте гости вели 2-0. Приморцы проснулись во втором периоде. Константин Макаров забил уже 16-ю шайбу в сезоне. В сезоне-то все уже было. Конечно, все ждут плей-офф уже. Концовка чемпионата где-то уже. Мы с ними, может быть, думаем о плей-офф. Но все равно нужно оставшиеся игры постараться максимум очков набрать. Затем Джонатон Блум реализовал большинство. Игра выровнялась, но лишь на пару минут. «Витязь» не чувствовал себя в гостях. Вновь вырвался вперед 3-2. Чтобы привести игру в равновесие, хозяевам потребовался почти период. Лугин, которому выпало несколько шансов, был результативен в большинстве. Даже от соперника «Синебелые» не смогли. Овертайм дивидендов командам не принес. Все решалось в серии после матчевых булитов. Вклад в победу «Адмирала» внесли Иван Налимов, переигравший в дуэлях всех игроков «Витязя» и Виктор Александров с Джонатоном Блумом. 4-3 победа «Приморцев». Здорово, что все-таки в очередной раз мы смогли отыграться с 0-2. Это говорит о том, что у нас есть характер. К концу сезона так уже выработался. Матч с московским «Динамо» начался под диктовку «Приморцев». Счет открыл «Лугин», который устанавливает рекорд личной результативности. «Динамо» решили использовать все методы, чтобы не оставаться в роли догоняющих. Местами грязная игра гостей не была замечена судьями, но то, как начали отвечать адмиральцы, рассматривали под микроскопом. Люди в черном удалили одного из основных защитников Джонатона Блума, что в итоге сказалось на результате. В заявке на матч было шесть защитников, и почти сразу у нас осталось пятеро. Нагрузка на каждого значительно увеличилась. Это сказалось на нашей игре. Стало меньше энергии и агрессивности с нашей стороны. Спорные моменты столичная «Динамо» использовала в свою пользу. Адмирал умудрился забить даже в меньшинстве. Артем Подшинделов продемонстрировал свою феноменальную расторопность. Но потом москвичи начали методично расстреливать голкипера моряков Бобкова и преуспели в этом. Адмирал снял вратаря за три минуты до сирены, но не смог приблизиться к гостям. Пятая шайба влетела уже в пустые ворота. 2-5. Поражение хозяев. Приморцы по-прежнему держатся в четверке лучших в конференции, но в гости едут самые западные и непредсказуемые команды лиги. Павел Зайцев, Денис Русаков, Нелли Булатова. Панорама.